азербайджан самая сильная страна в этом союзе азербайджан занимает позицию активного нейтралитета не вступает военно-политические блоки наступающим 2020 году председательство в гуам азербайджан грузия украина молдова перейдет к азербайджану организация фактически давно не является политическим союзом саммиты проходят редко хотя есть ощущение что гуам пытаются реанимировать ключи в экономическую составляющую так недавно стало известно что в 2020 году может быть создана зона свободной торговли и транспортный коридор для энергоресурсов из каспийского региона заместитель директора российского национального института развития современной идеологии политолог игорь шатров заявил что гуам изначально задумывалась как альтернатива тем объединениям которые создавались россией но страны которые входили и входят в эту организацию возможно разве что за исключением украины и грузии считали это объединение возможностью создать какие-то двусторонние или же многосторонние связи вот к примеру азербайджан страна изначально не настраивалась на участие в каком-то антироссийском объединении вам изначально западная инициатива где рассчитывали на перенастройку элит но это была попытка подобрать некий осколок советского союза но объединяющего ядра нет это не евразийский экономический союз где ядром является россия это не европейский союз где ядро это старая европа которая как магнит притягивает к себе другие страны ядром гуам мог бы стать как раз азербайджан самодостаточная независимая страна но как мне кажется азербайджану это не нужно отметил игорь шатров как отмечает наш собеседник с 2008 по 2017 год гуам не проводил полномасштабный встреч этот разрыв очень серьезный в то же время сейчас есть идея наполнить гуам новым содержанием и эта мысль исходит из киева но у украины слабая экономика самая сильная страна в гуам это азербайджан но баку как я уже сказал самодостаточная страна вряд ли азербайджан захочет объединять вокруг себя осколки ссср которые не являются самодостаточными азербайджан на фоне других участников гуам выглядит очень привлекательным дело в том что и политические элиты и гражданские страны не поставлены перед выбором восток или запад это показатель дальновидной политики политических элит и самого народа считает игорь шатров эксперт отмечает что азербайджан занимает позицию активного нейтралитета не вступает военно-политические блоки и при этом поддерживают тесные экономические отношения с другими странами мира тем самым азербайджан получает преимущество не имея обязательств перед другими государствами и объединениями а у азербайджана и россии выстроены тесные отношения в том числе и в плане военно-технического сотрудничества подчеркнул наш собеседник приветствую дорогие подписчики прошу вас поддержать канал своими лайками делая это вы помогаете продвижению роликов в ю тубе и не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом для того чтобы получать уведомления о новых видео на канале всем большое спасибо за просмотр удачи